Совет министров СССР. Государственный комитет по чрезвычайному положению. Государственный военно-политический орган особого совещания с расширенными полномочиями. Специальная комиссия особого совещания при кабинете министров СССР. Постановление номер Сур-020 от 6 мая 2024 года. О незаконности торгового коммерческого флага Российской Федерации, флаг РОА, как флаг России, запрете его демонстрации на параде Победы от имени СССР и законного правоприменения суверенного знамени Победы и государственного флага СССР. Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР как высший орган государственной власти великой страны суверена СССР, Руководствуясь постановлением ГКЧП СССР номер Сур-05 от 3-5 2023 года, приказом П-07 от 21-6 2023 года, суверенным актом номер Д-дробь Н-009 от 25-7 2023 года, постановляет «Чрезвычайный и конституционный комитет СССР как государственный орган юстиции по правовому контролю за соблюдением социалистической законности и правового конституционного строя на всей суверенной территории СССР при государственном военно-политическом органе ГКЧП СССР заявляет о том, что бывшая иностранная торговая компания, в кавычках «Российская Федерация Россия», в нарушении права суверена, суверенного законодательства СССР, международных норм права, незаконно заявилась правоприемником СССР на захваченной суверенной территории СССР с самообъявленной юрисдикцией на континентальном шельфе 200-мильной удаленности от берега в свободной экономической зоне СССР. Тем самым международным сообществом подтверждается, что у бывшей иностранной торговой компании, в кавычках «Российская Федерация Россия», в настоящее время советского государственного кооперативного предприятия Российская Федерация Россия не имеется членства в Организации Объединенных Наций ООН, отсутствует собственная суверенная территория и нет законного права замещать великую страну суверен Союз Советских Социалистических Республик в ООН. В таком правовом положении Чрезвычайный Конституционный Комитет СССР, как Государственный Орган Юстиции, свидетельствует и доводит до всех заинтересованных сторон о том, что российская сторона направила приглашение в Британское посольство в Москве от несозданного, необразованного по-частному, в кавычках, федеральному закону Министерства иностранных дел Российской Федерации «Россия» с предложением принять участие в параде в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы на Красной площади, намеченной на 9 мая 2024 года, на котором исполняющий обязанности заместителя посла Великобритании в бывшей иностранной торговой компании, в кавычках, «Российская Федерация Россия», как в СССР, может присутствовать как экспертный наблюдатель. ГКЧП СССР, как высший орган государственной власти Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик, официально заявляет, что бывшая иностранная торговая компания, в кавычках, «Российская Федерация Россия», в настоящее время советское государственное кооперативное предприятие Российской Федерации Россия, не является субъектом международного права, не имеет правомочий официально по дипломатическим каналам свидетельствовать, удостоверять и подтверждать статус, в кавычках, «парада победы», приуроченного к 79-летию состоявшегося парада победы в Великой Отечественной войне. Для определения положения бывшей иностранной торговой компании, в кавычках, «Российская Федерация Россия», исходя из особенностей ее возникновения и существования на суверенной территории СССР, путем незаконного государственного переворота, а также учитывая тот факт, что, в кавычках, «парад победы» 9 мая 2024 года для британской стороны свидетельствует не только для подтверждения силы и действия меморандума о взаимопонимании относительно учреждения консульских представительств бывшей иностранной торговой компанией, в кавычках, «Российская Федерация Россия», Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 1992 года, но и для того, чтобы известить и уведомить по дипломатическим каналам, что бывшая иностранная торговая компания, в кавычках, «Российская Федерация Россия», незаконна, путем правовых мошеннических действий и манипуляции с сознанием великого суверенного советского народа, грубо нарушив международное право и результаты всесоюзного референдума, в кавычках, о сохранении СССР, от 17.03.1991 года, незаконно заявилась как продолжатель СССР. Подложная Конституция Российской Федерации, устав от 1993 года в редакции от 2020 года, является недействительной и недействующей. А бывшая иностранная торговая компания, в кавычках, «Российская Федерация Россия», не имеет никаких прав и не может выступать или представляться правоприемником и правопродолжателем Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик. ГКЧП СССР, как чрезвычайный военно-политический орган СССР и его Чрезвычайный Конституционный Комитет СССР, как Государственный Орган Юстиции по правовому контролю за соблюдением социалистической законности и правового конституционного строя на всей суверенной территории СССР, заявил. Засвидетельствовал и удостоверил тот юридический факт, что бывшая иностранная торговая компания, в кавычках «Российская Федерация Россия», не обращалась в специальный архив СССР для получения символов, знамена реликвий Победы СССР в войне с Германией 1941-1945 годов для церемониального и торжественного прославления и чествования на военном параде Победы 9 мая 2024 года и подтверждает, что никаких советских реликвий ей не вручалось и не передавалось, на том основании, чтобы они не смогли стать военными трофеями или как-либо использовались в церемониальных мероприятиях, парадах и иного незаконного действия, как знамени парада. Таким образом, законная советская сторона считает, что использование суррогатов и фальсификатов советских реликвий и знамен, как факт, подтверждающий ничтожность, опереточность и театральность представления бывшей иностранной торговой компанией в кавычках «Российская Федерация Россия» с использованием театрального кинореквизита и участия в нем артистов массовых сцен не снимает ответственность с артистической труппы, массовки и иных лиц за умоление или непризнание самой Победы СССР в Великой Отечественной войне или использование советских реликвий и фронтовых знамен и регалий, представленных как трофейное имущество. 9 мая 2024 года бывшая иностранная торговая компания в кавычках «Российская Федерация Россия» и другие иностранные торговые компании в союзных республиках СССР, их ничтожное правительство, как незаконные уставные юрисдикции в СССР и возвратившиеся из эмиграции, их подложные президенты, решили отметить 79-ю годовщину Парадом Победы в своих уставных округах, тем самым подтверждая свою виновность и признание в совершении государственной измены путем вооруженного мятежа на суверенной территории СССР. Они признают себя победителями во Второй мировой войне военным парадом с участием войск в кавычках «Русской освободительной армии» РОА и в кавычках «Первой русской национальной армии» РОА, продолжающих вести войну против СССР. Российская и израильская юрисдикции объединились в единый субъект, а частная военная компания в кавычках «Армия России», как регулярное подразделение под командованием Армии обороны Израиля заявилось с оружием в руках, как военизированная часть вермахта и дивизии Абвера в кавычках «Русланд», в кавычках «Особая дивизия К», в кавычках «Особое подразделение К», или в кавычках «Зеленая армия особого назначения РОА», вознаменование своей победы во Второй мировой войне и сокрушение советской армии, уничтожение советского государства и закабаление суверенных граждан СССР как трофейного советского населения в рабство и направление его в концентрационные лагеря, созданные в 2020 году медицинские округа для каторжного труда и проведение над ними, как над животными, медицинских опытов, через вакцинацию и проведение экспериментов до полного истребления и физического уничтожения советских суверенных потомков великого народа-победителя. ГКЧП СССР как чрезвычайный и военно-политический орган СССР извещают, что 9 мая 2024 года в 10 часов утра в городе Москве на Красной площади с участием лица замещающего подложного президента бывшей иностранной торговой компании в кавычках «Российская Федерация Россия» и уволенного с занимаемой должности, физическое существование которого находится под сомнением, будет принят и проведен под фальшивым флагом как маскарад ряженых казаков армии РОА, как спектакль артистов-ветеранов с фальшивыми наградами, так как по приговору военного трибунала особого совещания за измену родине и переход на сторону врага добровольно участвующие воины Красной армии РККА в шествии под триколором в кавычках «Первой русской национальной армии РОА» как частями вермахта и дивизиями Абвера в кавычках «Русланд», в кавычках «Особая дивизия К», в кавычках «Особое подразделение К» заведомо признаются разжалованными и лишенными государственных наград СССР без права на обжалование и срока давности. Таким образом, прохождение войск и сателлитов гитлеровской Германии как российской армии и гвардии, участвующей в войне против СССР и стран антигитлеровской коалиции, как якобы проведенный в кавычках «Парад Победы» с проносом трофейного подложного флага «Суррогата», закамуфлированного под штурмовой флаг 150-й Ордена Кутузова 2-го степени Идритской стрелковой дивизии, преподнесенного как «Акт Победы», «Разгрома и поражения СССР», который таковым не является и не может быть признан таким церемониальным и торжественным актом, как «Парадом войск победителей», так как по сфальсифицированному законодательству бывшей иностранной торговой компанией в кавычках «Российская Федерация Россия», частным в кавычках «Федеральным псевдозаконом» и актом законопроект номер 34 641 Дефис 3 в кавычках «О государственном флаге Российской Федерации» не мог рассматриваться, приниматься, одобряться и подписываться, так как лицо незаконозамещающее подложного президента Российской Федерации России не смогло выступить субъектом правозаконодательной инициативы и не смогло внести в несозданную на основании закона в кавычках «Государственной Думы Российской Федерации», а именно текст законопроекта, пояснительную записку, перечень актов федерального законодательства, подлежащей изменению, финансово-экономическое обоснование, финансово-экономическое обоснование, сопроводительное письмо и официальный отзыв ничтожного правительства Российской Федерации, отсутствует регистрация законопроекта и материалов к нему в САДДГД, система автоматизированного делопроизводства и документооборота, отсутствует предмет рассмотрения, нарушен и не исполнен регламент «несуществующий» в кавычках «Государственной Думы», отсутствует стенограмма заседания в кавычках «Государственной Думы» от 8 декабря 2000 года, а факт первого чтения выдается за факт второго и третьего чтения, в результате чего состоялась мошенническая фальсификация подложного акта о принятии закона. В таких обстоятельствах 25-го, 12-го, 2000-го года и 27-го, 12-го, 2000-го года подложный президент бывшей иностранной торговой компании в кавычках «Российская Федерация Россия», нарушил и не исполнил частный в кавычках «федеральный закон», принятый с грубыми сфальсифицированными правовыми и подложными действиями, с нарушением регламента его принятия, который незаконно обнародовал частный и конституционный закон как недействительный и ничтожный, тем самым поставил себя вне законов Российской Федерации России. В аналогичном положении является ничтожный в кавычках «Указ номер 1495» от 10-11-2007 года в кавычках «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных сил Российской Федерации» вместе с в кавычках «Уставом внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации», в кавычках «Дисциплинарным уставом Российской Федерации», в кавычках «Уставом гарнизонной и караульной служб Российской Федерации», оставшегося неопубликованным в официальной печати, как недействующий и не вступивший в силу, после чего, в кавычках, Путин, объявивший себя якобы главой квази-государства и, в кавычках, главнокомандующим армией Российской Федерации Россия, которая достойно чтит традиции и овеяна славой побед, как русская освободительная армия РОА генерала Власова под флагом триколора РОА и добровольно, без принуждения, исполняет воинскую присягу, как вооруженного формирования Комитета освобождения народов России с 1944 года, воюющего в составе вермахта и СС, нацистской Германии, против СССР и власти Советов. Незаконная инсинуация проведения парада победы на Красной площади в Москве 9 мая 2024 года, где мавзолей Владимира Ильича Ленина задрапирован, прикрыт искусственными конструкциями и декорациями для того, чтобы потомки великого народа-победителя не смогли совершить воинское приветствие и отдание чести Владимиру Ильичу Ленину как председателю Совета народных комиссаров, как это предусмотрено общевоинским уставом вооруженных сил СССР от 1975 года, что подтверждается государственной регистрацией номер С-1975-00-605 от 37-го 1975 года как действующего и нормативного акта, и чтобы советские граждане де юра и де факто не могли через воинское приветствие и отдание чести признать себя военнослужащими вооруженных сил СССР и объединенными советскими казачьими войсками СССР управления в кавычках КА, государственные службы Союз антитеррор КГБ СССР. Не могли признаваться войсками и соединениями РККА СССР, а остаются и представляются как перешедшими на службу в иностранное государство, на сторону врага и оказывающие ему помощь в войне против СССР в составе частей подразделений вермахта и СС, продолживших войну с СССР, как российская освободительная армия РОА, как регулярное подразделение армии обороны Израиля, а с 2020 года как союзника-победителя СССР для подтверждения отсутствия достоинства и чести, как это установлено у части советских граждан, как предателей и изменников Родины. Их потомки демонстрируют по всему миру и подтверждают чрезвычайным советским военным органам юстиции свой правовой статус, как инсургентов, коллаборационистов и комбатантов войны с СССР, когда они ссылаются, исполняют и требуют исполнения недействительного в кавычках указа, подложного президента Российской Федерации России от 7.5.1992 года, номер 466, в кавычках «О создании вооруженных сил Российской Федерации, как не вступившего в силу, который не был опубликован и в течение 6 месяцев утратил силу». Существование частных вооруженных сил не предусмотрено уставным уложением Конституции Российской Федерации России. А суверенным законом СССР уставным юрисдикциям запрещено иметь незаконное воинское и вооруженное формирование на суверенной территории СССР, так как на суверенной территории СССР у таких образований признается статус военных и уголовных преступников, побежденных, интернированных, военно-пленных или подлежащих ликвидации живой силы противника, как диверсантов и изменников Родины, добровольно перешедших на сторону врага, в отношении которых применяется и действует указ по Вооруженным силам СССР от 13 декабря 1991 года, номер УП Дефис-3018, в кавычках, о внесении изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил СССР. Чрезвычайный Конституционный комитет СССР, как государственный орган юстиции по правовому контролю за соблюдением социалистической законности и правового конституционного строя на всей суверенной территории СССР, при Государственном чрезвычайном военно-политическом органе ГКЧП СССР, заявляет, признает и уведомляет о том, что бывшая иностранная торговая компания, в кавычках, Российская Федерация Россия и другие иностранные компании в республиках СССР, в нарушении права суверена, суверенного законодательства СССР и международных норм права, незаконно используют корпоративную торговую символику в виде маскарадных вымпелов под видом республиканских флагов, которые ЧКК СССР, как государственный орган юстиции по правовому контролю за соблюдением социалистической законности, признает и понимает, как в кавычках «флаги» объединенного пиратского торгового конгломерата и оккупационных войск вермахта нацистской Германии. Исходя из сложившихся факторов, в рамках международного права, настоящим суверенным постановлением ГКЧП СССР, как высшего органа государственной власти великой страны суверена Союза Советских Социалистических Республик, подтверждает, заявляет, признает и уведомляет, что государственный флаг СССР, как в России, так и во всех ее внутренних субъектах права, союзных республиках, является единственным законным и действующим государственным флагом СССР, вместо торговых флагов иностранных компаний, на том основании, что частный, федеральный, конституционный закон от 25-го, 12-го, 2000-го года, номер 1 ФКЗ, в кавычках «о государственном флаге Российской Федерации России», не прошел процедуру второго чтения, не был одобрен, в кавычках, «государственной думой Российской Федерации России» и был принят подложным президентом Российской Федерации России Путиным, как сфальсифицированный им конституционный закон, который в 1997 и 1998 годах был отклонен как подложные законопроекты, номер 977-00653-2, номер 978-03-381-2, после чего существование флага РОА, бывшей иностранной торговой компанией, в кавычках «Российской Федерации России», и его демонстрация является заведомо незаконной, сфальсифицированной, подложной и противоправной. В таком же положении в России находится герб бывшей иностранной торговой компании, в кавычках «Российская Федерация Россия», герб Российской империи и гимн бывшей иностранной торговой компании, в кавычках «Российская Федерация Россия», а также символы иностранных торговых компаний в союзных республиках СССР, если они не заменены на советские символы, геральдику и государственный гимн СССР. Весь начальствующий и служащий состав незаконных вооруженных формирований бывшей иностранной торговой компании, в кавычках «Российская Федерация Россия», без титула и чести офицера и солдата Красной Армии РККА СССР, отказавшийся от исполнения положения о государственном флаге СССР, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 30 ноября 1955 года, номер 1975, под регистрационным номером С-550-0340 от 17.10.2008 года и прошедший на Параде Победы 9 мая 2024 года на Красной площади в Москве как ряженые театральные актеры массовых сцен, применяя атрибутику иностранных корпоративных образований в виде торгового флага Российской Федерации России. Военными органами юстиции СССР будут зарегистрированы как изоблеченные военные и государственные преступники, как безоговорочно признавшие свою вину, ответственность и меру наказания, которым предстоит нести ответственность по Международному уголовному суду и военному трибуналу. ГКЧП СССР уведомил все заинтересованные стороны, что внесенный 19 апреля 2022 года законопроект номер 1091-89-8 в кавычках «О внесении изменений в частный федеральный конституционный закон» в кавычках «О государственном флаге Российской Федерации» Изменниками Родины, перешедшими на сторону врага так называемыми «депутатами» подложной в кавычках «Государственной думы Российской Федерации России» Зюгановым, Кашиным, Мельниковым, Коломейцевым, Афониным, Новиковым, Глазковой, Ивановым, Рашкиным является не иначе как попытка действовать под чужим флагом при ведении войны против СССР и при проведении специальных военных операций, или же будет подтверждать захват суверенного советского флага СССР как советского трофея, после чего все советские граждане, причастные к такой попытке, подлежат по законам СССР военному времени высшей мере наказания. Акт признания так называемыми «псевдо» в кавычках «гражданами РФ» и союзных республик наличия республиканских местных флагов, уставных юрисдикций, кроме суверенного флага СССР, а равно как их использование и демонстрация должностными и замещающими лицами государственных должностей в бывшей иностранной торговой компании в кавычках «Российская Федерация Россия» и иных союзных республиках на суверенной территории великой страны-суверена СССР является результатом психофизического исследования для признания таких граждан недееспособными, неправоспособными, инвалидами по психиатрическому диагнозу и не имеющего права занимать, замещать, государственные должности и проходить службу в СССР и иных союзных республиках СССР. Чрезвычайный Конституционный комитет СССР как государственный орган юстиции по правовому контролю за соблюдением социалистической законности и правового конституционного строя на всей суверенной территории СССР признает демонстрацию и использование во всех союзных республиках на суверенной территории страны-суверена СССР, республиканских местных флагов уставных юрисдикций рассматривается и признается внутренними войсками и подразделениями в кавычках «СМЕРШ» при ГПУ СССР как подтверждение их принадлежности к лицам изоблеченным в совершении государственных и военных преступлений на территории СССР как отвечающих и виновных лиц подлежащих наказанию по указу Президиума ВС СССР номер 39 от 19 апреля 1943 года в кавычках «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». ГКЧП СССР как высший орган государственной власти великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик, как чрезвычайный военно-политический орган СССР совместно с Главным политическим управлением СССР и Управлением военной контрразведки в кавычках СМЕРШ произвели особую регистрацию в рамках следственных и контрразведывательных мероприятий компетентных органов СССР для проведения надлежащих разбирательств следствия, изобличения военных и государственных преступников из числа советских граждан, изменивших воинской присяге СССР и изменников Родины и иных лиц, которым в качестве добровольного признания своей вины и ответственности за государственные и военные преступления по закону СССР военного времени предложено чрезвычайным органам юстиции по правовому контролю предпринятиями предписываемые необходимые меры по правовому обеспечению действия во отношении суверенного государственного флага СССР всем заинтересованным лицам, замещающим государственные военные должности СССР в бывшей иностранной торговой компании в кавычках «Российская Федерация Россия». Приказывает 9 мая 2024 года заявить и открыть священное и сакральное действие Парада Победы под демонстрацию государственного флага СССР и Священного Красного Знамени Победы, чтобы органы следствия СССР, военной контрразведки в кавычках «СМЕРШ» и военные органы юстиции не могли признать их обвиняемыми и несущими солидарную уголовную и иную ответственность переговора военного трибунала специального присутствия или меры ответственности по законам военного времени. Все лица в бывшей иностранной торговой компании в кавычках «Российская Федерация Россия» и других внутренних субъектах права СССР, союзных республиках, без изъятия и оговорок, не исполнившие законное прямое действие вышеуказанного предписания и настоящего постановления ГКЧП СССР, признаются, являются и считаются как выступившие против советских командиров и военнослужащих СССР вместе с членами их семей и потомками, признаются иностранными диверсантами, наемниками, коллаборационистами и подлежат уничтожению как живая сила врага. При осуществлении выпадов, угроз и иных враждебных действий против великой страны-суверена, союза советских социалистических республик со стороны бывшей иностранной торговой компании в кавычках «Российская Федерация Россия» и других иностранных корпоративных образований во внутренних субъектах права СССР, союзных республиках, будут признаны предателями и изменниками Родины. И по суверенным законам СССР военного времени подлежат уничтожению на месте преступления без суда и следствия. А при сложении оружия и сдаче в плен им гарантируется жизнь и смягчение приговора Советского военно-полевого суда, военного трибунала, особого присутствия СССР. Председатель специальной комиссии особого совещания при кабинете министров СССР, генерал армии Сатушиев, комиссар ГКЧП СССР, генерал-лейтенант Черноморов, секретарь ГКЧП СССР, генерал-майор Горбачёва.